Постоянная терапия и регулярные тренировки мышц. Без этого не может жить 15-летняя Вероника Серова. У нее генетическое заболевание, требующее дорогостоящего препарата. Его предоставляют семье бесплатно, но для развития двигательных функций нужна специальная виброплатформа стоимостью более 400 тысяч рублей. Благотворительная организация Росфонд объявила о сбор средств. Подробности у Анастасии Саванковой. На пороге встречает Куся. Щенок появился у Вероники два года назад по совету врачей. Теперь это не просто верный друг и охранник, а еще и настоящий помощник. Если у девочки случаются приступы, собака зовет маму. Ребенку с тяжелым генетическим заболеванием нужен особый уход. Держи с ручками, помогай маме. До шести лет Вероника росла здоровым ребенком. Неожиданно начались эпилептические приступы. Она перестала разговаривать, а затем и ходить. Правильный диагноз удалось поставить только в 2016 году. Тогда семья начала ездить на реабилитацию в Москву и принимать дорогостоящий препарат. Хватает ребенка на том моменте, на котором начал прием препарата. Она не дает прогрессировать заболеванию. Я наблюдаю Кузьки, сейчас 15, а мы завеску начали с 10 лет пить, как нашли заболевание. Лучше стало только в первые два месяца. Затем болезнь как бы застыла на месте, но и развитие девочки тоже затормозилось. Она получает патогенетическую терапию, достаточно дорогую, для того, чтобы была сохранность жизни этого ребенка. Для того, чтобы она не ухудшалась, ей нужны все время физиотерапические пособия. На сегодняшний день ей необходима эта виброплатформа, для того, чтобы она продолжала свою двигательную функцию. Стоимость этого аппарата 425 810 рублей. Но у семьи нет возможности самостоятельно приобрести этот тренажер. Поэтому родители обратились за помощью в благотворительный фонд. Я верю, что она поправится. Это как страшный сон. Он когда-то пройдет. Как мне говорят, ты живешь в розовых очках. Но я их не сниму. В выздоровление Вероники верит и младшая сестра Лера. Она занимается, рисует и играет со старшей. Я очень люблю свою сестру. Мы играем в мяч, кидаем друг к другу. Иногда играем шариком. Больше всего Вероника радуется прогулкам, которые случаются не так часто. Подъезд не оборудован пандусом, из-за чего маме приходится нести дочку на руках с пятого этажа. Помочь Веронике Серовой может каждый. Для этого на короткий номер 5542 стоит отправить смс-сообщение со словом «дети». Его стоимость составит 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Подробнее на сайте Русфонда. Болезнь Нимана Пика, которой страдает девочка, редкая. По некоторым данным, в России сейчас зарегистрированы 26 человек с таким диагнозом. В Крыму их трое, включая Веронику. Анастасия Саванкова, Олег Черемисин. Новости 24.